Сегодня мы будем говорить о благословении. Благословение Авраама. С нами пастор Джордж Пирсенс из Международной Церкви Игл Маунтин. И сегодня наш 100... 151-й день проповеди о процветании. Послушайте, если вы еще этого не поняли, оставайтесь с нами, и вы поймете. Это потрясающе. Думаю, нам следует дать тебе звание почетного доктора процветания. Спасибо, сестра Копот. Посмотрю, может, я найду старую шапочку, чтобы надеть на тебя, и мы это сделаем. Когда мы только начинали эту серию передачи о процветании, я сказал вам вот что. Сказал Глория, тема процветания неисчерпаема. Вы сказали, ну, давай попытаемся. И вот мы здесь. И вот мы здесь? Да. И у нас есть хороший материал для подачи, хороший материал. Это воля Божья, чтобы мы процветали, чтобы мы ни в чем не нуждались. Верно. И чтобы мы были полностью и совершенно исполнены Его благости. Да. Когда Он восполняет нашу всякую нужду. И чтобы мы были послушными. Да, чтобы мы были послушными. Потому что именно это нужно, чтобы ходить в благословение. И у нас было несколько свидетельств. Мне нравится, как в последней передаче Глория назвала это... Да. Письмами победы над нуждой. У меня с собой несколько писем, которые я хотел бы прочитать. У этой женщины был долг за машину. И она ее разбила. Я люблю такие свидетельства. Она сеяла в миссию Кеннета Копланда и исповедовала отмену долга. И получила письмо по почте с печатью. Долг аннулирован. На общую сумму в 14 тысяч долларов. Потрясающе. 14 тысяч. Большой долг. Это сверхъестественная отмена долгов. Не так давно мы проповедовали об этом. А сверхъестественная отменя долгов. Там могут быть еще свидетельства. Я уверена, что есть. Может, вышлишь их нам? О, мы бы хотели услышать эти свидетельства. Это стимулирует людей. Действительно. Когда они слышат ваше свидетельство. Знаете, Глория, когда мы с вами провели серию проповедей некоторое время тому назад о том, как верить Богу о доме... Мне это нравится. ...купленным без долгов, вот эта пара слышала послание, которое мы проповедовали. Здесь, в этом свидетельстве сказано, что они выплатили всю сумму за свой дом в течение пяти месяцев. После того, как прослушали серию «Как верить Богу о доме». Да, чудесно. Это чудесно. Господь благ. Просто это нужно сделать. Он хороший. Он благой. Это нужно взять. Вам нужно взять это. Вы должны говорить это. Провозглашать это. Поступать на основании этого. Верить этому. Поступать. Вот вам и послание, Глория. Аллилуйя. Увидеть это? И сегодня мы начинаем изучение темы о благословении Авраама. А в частности, мы будем изучать Таразаконие 28 главу с 1 по 14 стихи. То есть благословение Авраама. Именно эта серия передач является действительно особенной для меня. И между прочим, позвольте, я хочу вам кое-что показать. Таразаконие 28, с 1 по 14 стихи. Я читал это и до этого, но только 27 августа 1977 года. Оно стало реальным для меня. Слава Богу. И это был день, когда брат Копланд прочитал эти стихи для нас с Терри, когда у нас была свадьба. И вот фотография брата Кеннету у алтаря. У него короткие бакенбарды. И у тебя тоже бакенбарды. Пусть всем покажут эту фотографию. У всех были бакенбарды. Терри смотрит на Джорджа с такой любовью. Знаете, вот эта фотография, Глория, сделана как раз тогда, когда брат Копланд читал на Второзаконие 28 с 1 по 14 стихи. На нашей свадьбе. И после этого. Это писание никогда уже не было для нас прежним. Это действительно стало нашим писанием. Слава Богу. И это то, что мы читаем и цитируем. Смотри, как это было бы, если бы все во время свадьбы получали откровение о том, что они искуплены от проклятия. Вот это да. Да. Это было что-то особенное. Это все меняет. А для нас Терри, это место стало нашим писанием. Что мы благословлены при входе. Благословлены при выходе. Мы благословлены в городе и на поле. Все, к чему мы прикладываем в свои руки. Благословенно. Господь дал нам это. Он искупил нас от проклятия закона. Да, верно. Он так и сделал. И он мотивировал нас. Знать это. Ходить в благословении Авраама. Слава Богу. И эта серия как раз об этом. В здоровье, в богатстве, в мире. Верно. Слава Богу. Только благо никакого недостатка. Я хочу поблагодарить вас. Теперь мы покажем всем эту фотографию. Да, вы увидите наши фото. Вам будет интересно увидеть брата Копланда с короткими бакенбардами. Они были довольно солидными, скажу вам. Это было днем. Я действительно могу выделить точный день, когда второзаконие 28.1.14 и Галатам 3.13 стали наши писания. Джордж, я поражена. В такой момент ты думал о Библии. Да, на самом деле мне потом пришлось вернуться. Мне пришлось вернуться и прослушать кассету. У нас есть запись этой свадьбы. Поэтому я иногда возвращаюсь и слушаю то, что там говорилось. Потому что тогда я витал в облаках. Вот какой длинной была наша церемония. Берешь ли ты этого мужчину в свои мужья? Берешь ли ты эту женщину в жены? Да, аминь, вы женаты. Это было чуть-чуть длиннее, но ненамного. Скажу вам, какой особенной была наша свадьба. Мы взяли копию сценария свадьбы и здесь, в миссии, просто превратили это в книгу под названием «Церемония брака». И пасторы, и служители пользуются этой брошюрой по всему миру. Мы не хотим фразы «в радости и в горе». Они используют нашу церемонию. Мы хотим в радости. В том, что лучше. Нет. Да. И должен сказать, Глория, что мы с Терри ходим в благословение Авраама. Аминь. Все наши дни вместе мы прожили в благословении Авраама. Да, это доступно. Знаете что? И у вас это может получиться. Да, давай начнем. Вы можете ходить в этом благословении. Итак, начнем с третьей главы послания Галатам. 13-14 стихи. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано «проклятсяк, висящий на древе». Для чего? «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Искупленные от проклятия. Искупленные от проклятия. Это есть в наших тезисах, которые доступны для вас. Можете найти их на нашем сайте. Воспользуйтесь ими. Пусть они будут у вас как пособие, по которому вы можете двигаться и изучать эту тему. Давайте начнем наше изучение в первую очередь с понимания проклятия. Определение проклятия. Проклятие — это заявление, которое обрекает кого-то на неуспех. Я не сам пришел к такому определению, или это сделал кто-то еще? Фактически это были вы. О, нет. Я не помню. Да, вы упоминали мне его. Я пренебрег и не воздал вам должное за эту цитату. Это ничего, я не помню, чтобы я ее говорила. Но она идет параллельно с расширенным переводом. В расширенном переводе Библии сказано, мне это и в записях, что Христос купил нашу свободу, освободив нас от проклятия, обреченности закона и его осуждения, став проклятием за нас. И я, Глория, посмотрел слово «проклятие», его перевод с иврита, и послушайте это. Вот что делает проклятие. Оно означает разрушить, прекратить, остановить, сделать бездейственным. Но иврите сказано «безработным», «инертным». Это часть проклятия. Так что любой, кому нужна работа, кто знает Иисуса, они были искуплены от проклятия. Они были искуплены от проклятия. Проклятие содействует тому, что человек или вещь теряет дальнейшим свою эффективность, лишается силы, влияния и власти. И когда я размышлял об этом, изучал это, мне пришла в голову такая фраза. Проклятие — это когда все, что могло пойти неправильно, идет неправильно. Помните, да? Да. Все, что могло пойти неправильно, идет неправильно. И мы не будем углубляться в это в нашем изучении, но мы находим описание проклятия в той же 28 главе книги «Второзаконие» с 15 по 68 стихи. Ну, думаю, интересно в этих писаниях о проклятии, и мы читали это раньше, нам нужно знать, что они написаны в свете того факта, что я был искуплен от этого, я освобожден от этого. Слово «искупленный» означает «выкупленный», тот, за кого заплатили выкуп. Иисус освободил нас от этого. Мне нравится определение слова «искупленный», то есть «спасенный». Он избавил нас, да? Итак, Христос выкупил нас. Он избавил нас от проклятия обреченности, разрушения и неуспеха. Именно это Он сделал для нас, Кеннетом. Он выводит нас из этого, Глория. Он освободил нас от проклятия закона. От долгов, от нужды. От всего долгов. Недостатка, немощи, болезни, страха. Что бы вы не перечислили в этом списке, и мы от этого были искуплены. И мы это доказали. Мне нравится, как сказано в одном из переводов. Иисус Сам. Иисус Сам искупил нас от проклятия. Он искупил нас от проклятия. Не ангел, не кто-нибудь еще. Именно Он это сделал. Не ангел, не кто-то еще. Посмотрите, еще два места Писания. 1 Коринфянам 6.20. Бог купил вас дорогой ценой. Да, это так. 1 Петра 1.18-19. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Я собиралась спросить, где ты? Вы пока на первой странице наших заметок. Хорошо, я поняла. Внизу первой страницы, сам внизу. Итак, Галатам 3.13. Мы были искуплены от проклятия закона. А теперь Галатам 3.14. Мы были искуплены от проклятия закона, дабы благословение Авраама. Слава Богу. Благословение Авраама могло перейти на нас. Это была Божья воля, чтобы мы были благословлены. Да. И никто другой, кроме Сына, не мог взять на себя проклятие за нас, потому что Он единственный и не был под проклятием и не совершил ничего неправильного. И Он взял его за меня. Он взял его за меня. Он взял все наши болезни, все немощи. Он взял всю нашу боль, все страдания. Он взял весь наш страх. Всякую нужду. Всякий недостаток. Всю нищету. Мы искуплены от всего этого. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Чтобы благословение Авраама могло прийти на нас. И вот определение. Я благодарна. Немного раньше мы читали определение проклятия, что это заявление, которое обрекает кого-то на неуспех. А благословение — это провозглашение, заявление, которое позволяет кому-то быть успешным. Аллилуйя. Вот что делает благословение. Бытие 1.28. В одном из переводов сказано, «И благословил их Бог и уполномочил их, сказав, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всем, что есть на ней». Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит. Но его и не приумножить тяжелым трудом. Да, это так. Вот что делает благословение. И это правда, мы это доказали. Снова и снова. У нас были подержаны машины, которые мы такой купили. Ее использовали и использовали. Мы жили в маленьком типовом домике. Знаешь, в районе, где все маленькие дома выглядят одинаково. Это некрасивый район. Да, да. Я говорю о таком проекте. Маленькое жилье из двух спален, или же из двух с половиной. У нас были долги. Я вышла замуж за брата Копланда и его долги. Я была такая молоденькая, такая влюбленная. Я не спросила, «Ты должен кому-нибудь денег?» Я даже и не знала, что такое можно спросить. Знаешь, я ничего не знала. Кеннет знал больше меня. Он получил более религиозное воспитание, чем я. Но мы поженились и начали верить Богу. Мы услышали о Слове Божьем. Мы начали слушать брата Хейгена. Когда мы переехали в Талсу, мы начали посещать его семинары и услышали, что мы были искуплены. Мы начали поступать на основании этого. И через 11 месяцев мы вышли из долгов. Мы в это поверили, приняли и сделали. С того момента... Когда вы жили в Талсе, вы слушали брата Хейгена на тех семинарах, которые вы посещали. И брат Хейген учил о реальности искупления, учил о реальности нового творения. Да. И это учение включало в себя это местописание. Христос искупил нас от клятвы и закона. Проклятие, да, верно. И именно тогда ваши глаза открылись, и вы увидели, что такое благословение. В течение такого короткого времени, тех месяцев, коротких месяцев, один семестр по времени, он начал проводить еще 10-дневные семинары. Фактически, это была наша библейская школа. Конечно, Кеннет был с братом Робертсом на собраниях, так что он многое слышал, многое видел, и видел чудеса, которых я не видела. Я оставалась дома с маленькими детьми в моем маленьком доме. Благодарение Богу. Слава Богу, вы были искуплены. Мы были искуплены. Мы были искуплены от проклятия закона. Чтобы мы могли ходить в благословение Авраама. Именно об этом вы с Кеннетом узнавали. Именно об этом узнавала я, когда начал работать здесь. Я просто поглощал те проповеди. Я слушал все, что попадалось мне в руки, обновляя свое мышление в отношении того факта, что я был искуплен от проклятия закона. Скажу вам, Глория, что мне только что пришло в голову. Мой самый первый визит к брату Кеннету состоялся летом 1976 года. Мы в составе дорожной команды ехали втроем в микроавтобусе. Аж три человека в команде. Да, целых три человека. И мы ехали прямо туда, куда должны были ехать. По-другому не умели. Вот мы и доехали. И это была середина ночи. И я помню, что я прочитал это местописание. И все это было в этом одном фургоне. Да, все в одном микроавтобусе. Чтобы посетить большое собрание в одном фургоне. Я помню, что во время той поездки я решил, что должен выучить наизусть это местописание. Христос искупил меня от клятвы закона. Да. Тут сказано, распространилось. Я просто вложил это в свой дух. Я произносил это своими устами. И вот я увидел, что я благословлен. Я увидел, что благословение Господне обогащает. Да. Слава Богу. И я также читал в Терезаконии 8.18. Помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнись, как ныне завет свой, который Он клятвую утвердил отцам твоим. Слава Богу. Так что проклятие — это когда все, что могло пойти неправильно, идет неправильно. А благословение — это когда все, что могло пойти правильно, идет правильно. Идет правильно. Разве это не замечательно? Хорошо сказано. Все, что могло пойти правильно, идет правильно. Да. Аллилуйя. Знаете, все мы дружим с служителем по имени Майлон Лефевер. И Майлон, он из сельской местности. Вы все поняли это? Он более сельский, чем я? Вы это слышали? Да. Ладно. Этот парень приехал из Бостона. Да. Еще тот город. А ты откуда, Джордж? Я родился в Нью-Йорке. Я приехал из Кейп-Колда. И приехал в Техас. И он думает, что он выглядит как горожанин. Да, рафинирован. Нам пришлось учить его стольким вещам. Вы бы удивились, чему ему пришлось учиться, приехав в Техас? Я должен был учиться правильно говорить по-техасскому. Он носил вот такие короткие бриджи, как при потопе. И он бы даже об этом не знал. Но он привел себя в порядок. Я действительно привел себя в порядок. И он развился. И исполнился Слово Божьего. Слава Богу Голи. Прекрасный пастор. Мои поздравления. И вот брат Майлон в церкви, и он проповедует. И вот что он говорит. Он говорит, у меня перевернутая паранойя. Перевернутая паранойя. Он сказал, все стремятся благословить меня. Это хорошо. Правда? Так похоже на Майлона. Вместо того, чтобы сказать, все стремятся получить от меня, он говорит, все стремятся благословить меня. Я согласна с этим. Когда у вас есть откровение о том, что благословение Авраама на вас, в вашей жизни происходит нечто такое, что куда бы вы ни пошли, вы устанавливаете Эдемский сад. Вы несете это благословение с собой. Оно на нас. Определенно. Оно внутри нас. Благословение на вас и внутри вас. И как сказал брат Майлон, все стремятся благословить меня. Это хорошо. Правда? Мне по-настоящему это нравится. Благословение Авраама можно найти во Второзаконии 28 главе, с 1 по 14 стихи. И мы узнаем. Это на второй странице. Я спешу это записать. Мы узнаем это. Хорошо. Я записываю это из его известной проповеди. Майлона. Мне это нравится. Все стремятся благословить меня. Аллилуйя. Знаешь, многие думают наоборот. Все стремятся получить от меня. Но все стремятся благословить меня. Вы все учили меня. Правильно произносить слово «получить». У тебя хорошо получается. Все стремятся получить от меня. Нет. Все выходят, чтобы благословить меня. Все ищут того, чтобы благословить меня. Потому что в контексте благословения Авраама у нас есть благоволение. Благоволение — это то, что происходит. Благоволение Божье. Бог с нами всюду. И благоволение идет с нами всюду, куда идем мы. Это откровение изменяет ваше мышление. И это изменит то, как вы на себя смотрите, то, как вы о себе думаете. Это полностью обновит и даже омолодит вашу жизнь. Знаешь, что оно делает? Оно вытаскивает вас из самого себя, где вы не думаете о себе. О, здорово, Глория. Знаешь, это не я, это Бог. Это благословение на мне. Мы можем уповать на Него. Верно, верно. Но Бог не ошибается. Это благословение на мне. Так что мы были благословлены Авраамом. Да. Если мы рассмотрим эти места описания, у нас осталось еще несколько пунктов. Но посмотрите на эти места описания. Галатам 3.14. Чтобы благословение Авраама могло прийти на нас через Иисуса Христа. Чтобы мы могли получить обещанного Духа верой. Мы должны получить верой все, что Дух пообещал Аврааму. Все. В одном из переводов сказано «Через Иисуса Христа Бог благословил язычников тем же самым благословением, какое Он обещал Аврааму». Слава Богу. Тем же самым благословением, какое Он обещал Аврааму. В 9 стихе Галатам 3 сказано «Верующие благословляются с верным Авраамом, человеком веры». А сейчас 29 стих. Галатам 3.29. Пока вы открываете его, я перескакиваю к другому писанию, которое только что пришло мне на ум. Слава Богу. Спасибо тебе за слово, Господь. Слава Богу. Мы можем на него рассчитывать. Если тут сказано, что я благословлен, значит я благословлен. Я благословлен. В 29 стихе сказано «Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Все, что Бог обещал Аврааму, принадлежит нам. Верно. И в Исаии сказано о том, что мы были высечены из скалы, которой и был Авраам. Поэтому все, что Бог обещал Аврааму, наше. Игорь, завтра... Мы будем петь песню «Благословение Авраама». Благословение Авраама наше. Завтра мы с вами. И дальше до конца нашего изучения вместе будем изучать стих за стихом. Это восхитительно. Законие 28 главы. С 1 по 14. Позвольте я закончу свою часть следующим. Я цитирую Глорию Коппин. Хорошо. Из нашего выпуска «Пятьдесят дней процветания». Том 2, день, сотый. И вот что вы сказали в сотый день. Под проклятием вы уменьшаетесь. От вас все уплывает. Это правда. Под благословением вы переживаете умножение. Все вливается в вас. Я с ней согласна. Верно. Это замечательно. Она действительно хорошая. Так тоже хорошо сказать. Я рада, что ты обратил на это внимание. Хорошо сказано. Да. Это будет хорошо. Не пропустите это. Пастор Джордж Полон хорошего слова. Говорю вам, когда вы говорите, что вы были искуплены от проклятия, это охватывает все плохое, что может произойти. Мы с Джорджем сегодня, у нас полно хороших новостей. Пастор Джордж Пирсон снова с нами, и мы говорим об искуплении от проклятия. Проклятие пришло в результате греха. Искупление приходит, потому что Иисус взял на себя наши грехи и понес наши болезни и немощи, нищету и все, что относится к греху. В Библии сказано, Он сделался проклятием за нас, чтобы мы могли быть благословенными. Да. И пастор Джордж делает потрясающую работу, рассказывая нам об этом. Глория, спасибо, что пригласили меня на передачу. И спасибо, что вы сканно-то мучили меня, Слово Божие, мы все эти почти 40 лет. Слово работает. Джордж был в штате одним из нескольких Янки в течение многих лет. Фактически я был первым. Ты был первым. Первым. И ты замечательно адаптировался. И каждый, кто работал здесь, тоже указывал мне на это. Боже мой, я так рад, что нахожусь здесь. Я так рад, что являюсь частью этого в течение стольких лет. И это часть благословения Авраама. Господь так добр ко мне. И Он очень добр к вам. Верно. Вы были освобождены от проклятия закона, чтобы ходить в благословение Авраама. И знаете, во всем Писании, если вы посмотрите весь Ветхий Завет, очень ясно, видно, что если бы они слушались Бога, благословение проявилось бы. Да, это верно. То есть сильно проявилось бы. Верно. Очень сильно. Большое благословение. Вы абсолютно правы. Ничего не изменилось. Наше основное Писание, а мы говорим о благословении Авраама, все эти тезисы доступны для вас в интернете. Зайдите на наш сайт в интернете. Воспользуйтесь этим предложением. Изучайте их для себя. Так вот, наше основное Писание... Я должна поправить себя. Я сказала, что со времени благословения Авраама ничего не изменилось. Все изменилось. Все изменилось со времени благословения Авраама. Бог мог благословлять их даже когда проклятие было в полном разгаре. Но сейчас проклятие ни в каком, ни в полном разгаре для нас, кто был искуплен от проклятия, Господом и Иисусом Христом. Так что это не то же самое. Проклятие ослабло. Да. Его забрали. Да. Если вы приняли Иисуса Господом в своей жизни. Так что мы можем выйти из-под проклятия. В наши дни. Если вы не приняли Иисуса Господом в своей жизни, сделайте это. Скажите Иисус. Скажите Ему так, как сказала Ему я. Я сказала, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Я и не представляла, что это будет так. Да. Ну, это хорошо. Это хорошая жизнь. У Него для вас хороший план. Фактически любой план, когда вы вне проклятия, хорош. Да. Но вы не попадете туда, кроме как через Господа Иисуса. Хорошо, Джордж? Я закончила. Продолжайте. Мне нравится. Продолжай. Хорошо. Наше местописание. Галатам 3.13. Аллилуйя. Христос искупил нас от проклятия закона. Он сделался проклятием за нас. Ибо написано проклятсяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. У меня в Библии, я написал, распространилось на меня, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Слава Богу. Вчера мы выяснили, что мы были искуплены от проклятия. Да. От обреченности проклятия. И теперь мы можем ходить в благословение. Мы уполномочены процветать в благословение Авраама. То же самое благословение, которое Бог даровал Аврааму, дано и нам. Слава Богу. Потому что мы высечены из скалы. Да. Могучего Авраама. Аллилуйя. Отца нашей веры. Аминь. Итак, сегодня мы начинаем изучение Второзакония 28 с 1 по 14 стихи. Это будет хорошо. Давайте прямо сейчас туда обратимся. Давайте откроем его. Да, это можно пить. Второзакония. 28 глава. Первый стих. И Глория по мере нашего продвижения. Мы будем охватывать 2 или 3 стиха за один раз. Хорошо. К моменту, когда мы закончим наши две недели, мы охватим с 1 по 14 стихи в Второзаконии 28. И вчера я с вами делился, что когда мы с Терри женились, брат Копленд читал это местописание для нас. Второзаконие 28 главу с 1 по 14 стихи. И с тех пор я делал это на каждом бракосочетании, которое я проводил. Мы заканчиваем служение чтением благословения Авраамова из 28 главы Второзакония. Это действительно так. Давайте рассмотрим первый стих. Мы называем сегодняшний день «выше всех народов земли». Да. Тут сказано. Я открыла не ту страницу. Где ты? Второзаконие. 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 28. Я нашла. Если ты будешь слушать, старательно слушать старательно гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Слава Богу. Какое замечательное местописание. Посмотри на эту главу. Посмотрите на вашу страницу. На ней не осталось полей. Посмотрите. Мне-то нравится. Глория, я хотел бы включить это в наши тезисы. Это было бы хорошо. Я думаю, люди были бы... Вы хотели бы получить страницу с заметками Глории, автора Закония 28? О, это хорошо. Из ее Библии. Она вся исписана. Я сделаю это. Я сделаю. Хорошо, глава начинается со слов «Если ты». И когда я ее изучал, мне показалось интересным, что тут содержится несколько условий. Для получения благословения. И мы должны понять в первую очередь, что Бог не пытается удержать от нас благословение. Он пытается донести нам это благословение. Он хочет, чтобы мы жили в полноте благословения. Здесь Он чудесным образом благословил нас наставлениями того, как это сделать. В оригинале сказано, если ты будешь старательно слушать... Старательно. То есть это не случайное событие. Да, не случайное. Потребуются некоторые усилия, некоторая посвященность. Я хочу показать тебе кое-что, прежде чем мы пойдем дальше. Посмотри на слово «слушать». Да. Знаешь, что это значит? Тут сказано «прислушиваться». Это замечательно, правда? Старательно слушать. Все такое личностное, правда? Если будешь старательно слушать... И это очевидно, что брат Кеннет слушал. Он действительно слушал. Он действительно слушал? Да. Если будешь слушать, старательно слушать гласы Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Слава Богу. Давайте посмотрим на первые записи. Тут сказано «если будешь старательно слушать гласы Господа Бога твоего». И я записал тут несколько мест. Матфей 13, 16. Ваши же блаженные очи, что видят? Где ты находишься? Мы здесь, на первой странице. Номер 3. Номер 3. Ваши же блаженные очи, что видят и уши ваши, что слышат? Благословенные. Мне нравится Иоанна 10, 27. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мной. Псалом 84, 9. «Послушаю, что скажет Господь». Итак, если мы старательно слушаем «гласы Господа». Я однажды слышал, как брат Кейт учил о том, как слышать голос Господа. И это совершенно отдельное учение. Но брат Кейт сказал так о слышании. Брат Кейт Мур. Брат Кейт Мур. Брат Кейт Мур сказал, что слышание голоса Господа начинается со слышания слова. Да. Слышать голос Бога через Слово Божье. Именно так мы развиваем слышащее ухо. Мы слушаем Слово. Слушаем, что Слово Божье говорит нам. Это на первой странице, да? Если ты будешь старательно слушать «гласы Господа» Бога твоего, здесь у меня в заметках сказано «тщательно исполняйте заповеди Его». Вы их слышите и исполняете. Вы их исполняете. Бог детально объяснил благословение детям Израиля. Что в него входит, как оно действует. И что он делал, Глория. Он хотел обновить их ум в отношении их египетского менталитета, рабства и нужды. На менталитет благословения и процветания в Ханаане. Аминь. Да. Если вы посмотрите, то именно это Бог хочет. Мы тоже были в рабстве, хотя это и не было так очевидно. Просто мы не были в рабстве у какого-то народа. Но мы были в рабстве, когда Бог пришел к нам. Да. Потому что мы были под проклятием. Все находятся под проклятием. И что вы с Кеннетом делали? Что не приняло Иисуса Христа Господа. Да. И что вы делали? Это исполняли Его заповеди. Слово «заповедь» здесь — это Слово Божье. Если будешь исполнять Слово Божье... Да. А вы с Кеннетом углубились в Слово Божье? О, да. Чтобы Слово Божье вам не сказало, вы применяли это в своей жизни. Что бы оно ни сказало. Так было, когда вы читали Римлянам 13.8. Не оставайтесь должными никому ничем. Вот что было таким важным. Вот что было таким важным. Избегайте долгов. Вы оба исполняли заповеди, исполняли Слово Божье. Бог делал это в отношении израильского народа, потому что Он хотел, чтобы на них было благословение. И Он хотел, чтобы, где бы они ни были, создавался Эдемский сад. То же самое Он хочет и для нашей жизни. Да. Чтобы это благословение путешествовало с нами, куда бы мы ни шли. И чем бы мы ни занимались. Благословение. Благословение было в саду. У них все было. Все было идеально. Ни в чем не было недостатка. Да. Проклятия не было. Да. Пока они все не испортили и не ослушались Бога. Они все испортили. И тогда пришло проклятие. Да. Итак, через Иисуса мы возвращаемся в сад. Хорошо сказано, Горя. Через Господа Иисуса Христа. Через Иисуса. Он понес за нас проклятие. И Он возвращает нас назад в сад с исцелением и благословением и всем правильным. Но все равно все зависит от вашего послушания. Через Иисуса. Мы вернулись в сад. Слава Богу. Вот прямо здесь. Мы испытываем в жизни этот сад. Слава Богу. Это благословение, слушая глаза Господа, исполняя Его Слово, вынимая Его Словам. Обращать внимание на Слово. Причи 4.20. Слова моим «внимай», потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Так что мы исполняем заповеди. Скажем так, через Иисуса мы возвращаемся в сад. Через Иисуса мы возвращаемся назад в сад. Аллилуйя. Отлично, Глория. Аллилуйя. Отлично. Слава Богу. И затем тут сказано, «И если ты будешь исполнять заповеди Его, если мы будем не только слушателями, но и исполнителями Слова», Якова 1.22, «не просто слушайте Слово Божие, вы должны делать то, что в нем сказано». Иисуса Навина 1.8 в расширенном переводе. «Пусть не отходит эта книга закона от уст твоих, но размышляй на дни день и ночь, чтобы исполнять и поступать согласно всему, что в ней написано. Тогда ты будешь процветать на своих путях, и будешь поступать благоразумно, и будешь успешен». Значит, для благословения мы в первую очередь должны делать вот что. Слушать гласы Господа и его заповеди исполнять. Это все, что они должны были делать. Они этого не хотели делать. Это все, что они должны были делать. И это все, что должны делать мы. Слава Богу. И когда мы с Кеннетом начали это выполнять, мы начали процветать, быть благословенными, обеспеченными. Нам сейчас за 70. Мы исцелены. Мы крепкие. Мы не принимаем никаких лекарств по рецепту. Чтобы функционировать, мне ничего не нужно принимать. Отлично. Хвала Богу. Так же и Кеннету. И что это? Это работает благословение. Аминь. Мы с Терри идем сразу за вами. И вы делаете то же самое. Мы исцеленные, процветающие, благословленные и послушные. Так что, если мы будем это делать, то первое постановление в благословении Авраама – это «Господь поставит тебя выше всех народов земли». Слава Богу. Это первое постановление в благословении. Я упомяну в своем учении несколько хороших комментариев, затем процитирую из Хумаша. О, да, я под впечатлением от твоих языковых знаний. Я научился у Билли Брим. Да. Но в Хумаше, в комментариях, написанными еврейскими рави и мудрецами, сказано об этом месте Писания. «Бог, твой Бог, сделает тебя элитным народом». А мне это нравится? «Выше всех народов земли». Элитным народом. Элитным народом. В притчах 11.11 в одном из переводов сказано, «Через благословение праведных возвышается город, а устами нечестивых он разрушается». «Через благословение праведных город, через праведное благословение город, это имеется в виду, через праведное благословение город возвышается. Но устами нечестивых он разрушается. Я собираюсь жить там, где есть благословение». И в благословении Авраама из стихов 7 и 12 становится ясно, что оно включает в себя всякое превосходство над народами. В 7 стихе сказано, «Паразит, пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». 12 стих. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле своей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Война Иисуса, это верно. Я верю, что мы должны стоять именно на этом. Следовало бы. Народ должен стоять на этом, прекратить брать взаймы. Поставленный высоко народ не должен брать взаймы. Он сказал, «Поставлю тебя выше всех народов земли». Подумайте об этом, Глория. Я вчера сделал себе эту заметку, когда просматривал эти тезисы. Я провел небольшое исследование. Я годами изучал Израиль, и израильский народ, и о том, что Бог для них сделал. У меня была привилегия ездить с Билибрим в Израиль четыре или пять раз. И вы можете почувствовать благословение Авраама, присутствие благословения Авраама на народе израильском. Это очень интересно. Это просто крохотное исследование, которое я провел насчет этого. Но послушайте. Вы знаете о Нобелевской премии. Не просто о Нобелевской премии мира, но о любых Нобелевских премиях, которыми они награждают людей. 22% награжденных Нобелевскими премиями – евреи. Удивительно, правда? 22%? 22%? Из всех стран? Из всех стран мира – это евреи. А евреи, проживающие в Израиле, это всего 0,2% населения мира. Это о многом говорит? Это демонстрирует благословение. Аминь. Это Бог, который ставит народ выше всех народов мира на земле. Это Бог. Изобретение, медицина, способность разбираться с болезнями. Все это. Мне есть список изобретений, которым я поделюсь чуть позже на этой неделе. Вот пример. Разработан сотовый телефон. Вот это да. Люди разработали сотовый телефон. Они разработали флешку. В медицине есть такая штука, которую они разработали, и это благодаря благословению. Это пилкам. Я не знаю, что это. Это камера внутри таблетки, которую человек глотает. И врачи могут исследовать пищеварительный тракт этого человека. Ты шутишь. Вот это да, Джордж. Они это разработали. Ты рассказываешь мне такие вещи, о которых я, конечно же, не знала. Это реально что-то. Это потрясающее. Что-то потрясающее. Чем больше я об этом читаю... Пилкам. Чем больше я читаю об этих разработках, тем больше очевидно, что это благословение Авраама. Так и есть. И Господь поставил этот маленький, немногочисленный народ размером с штат Нью-Джерси. Он поставил этот народ на Ближнем Востоке в окружении врагов. Но этот народ продолжает процветать и преуспевать и побеждать в войнах и продолжает подниматься вверх. Бог поставил их выше народов на земле. Как нам понимать это в нашем контексте? Благодаря Иисусу мы были посажены на высоте с Ним. Ефесянам 2.6. Если вы посмотрите в свои заметки, вы можете увидеть. Ефесянам 2.6 в расширенном переводе. Он воскресил нас вместе с Ним и посадил рядом, на общем с Ним месте, на небесах, благодаря тому, что мы во Христе Иисусе. В Мессии, в помазанном. Слава Богу! Аллилуйя! Так что мы воскресли вместе с Ним. Послушай, это в переводе месседж. Потом Он поднял нас и посадил на небесах в обществе Иисуса, нашего Мессии. Здорово, правда? Слава Богу! В Колоссянам 1.13 сказано, что мы были избавлены, это великолепное описание, от власти тьмы и введены, введены в Царство Бога, не тогда, когда мы умираем, но когда принимаем Иисуса Господом своей жизни, то есть, когда мы родились свыше. Да. И мы введены в это Царство, мы посажены на небесах. Да. Это записи Джорджа. Мы посажены на небесах и для господства над начальствами и властями. У нас есть власть в имени Иисуса, и мы правим над тьмой. Абсолютно верно. Но мы должны править. Мы должны править. Если мы не хотим, чтобы дьявол вмешивался в наши дела, наше тело, наш брак, наши финансы, мы должны сказать, ты сюда не войдешь, дьявол. Да. Мы должны отстаивать свою позицию. И мы должны говорить правильные слова. Если мы говорим слова поражения, например, говорим, что обанкротимся, или что мы больны, что умрем, или что-то в этом роде, то есть говорим слова проклятия и принимаем проклятие, тогда проклятие может у нас быть. Но я так не говорю. Я избавлена от всех злых дел во имя Иисуса. Иисус взял на себя мои немощи и понес мои болезни. Есть люди, которые могут прочитать это, но прочитать с религиозной точки зрения. Они не станут проводить в этом время, и это просто пролетит мимо них. Но мое твердое решение, решение Гори, решение Каннета, решение Терри, решение миссии Каннета Копланда, и причина, почему эта миссия существует, это учить вас тому, как взять эту божественную власть в свои руки и стоять, будучи утвержденными в ней. Бог посадил вас на небесах во Иисусе Христе. Он посадил вас выше демонических властей, начальства мира правителей тьмы. Он поставил вас выше всех народов земли, что включает в себя также и демонических духов. Давайте быстро пробежимся по заняткам. Мы должны посмотреть послание к Ефесянам. У нас осталось пару минут. Слава Богу. Но это есть у меня в сердце, когда я говорил, что мы посажены выше всех народов. Какая глава? Шестая глава и... Я нашла. Десятый стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Иначе говоря, в Божьем всеоружии вы можете выстоять. Да, потому что наша брань не против крови и плоти. Вот они, демонические духи. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев. Все преодолев. У меня в ссылке сказано, победив все, стоять значит устоять. И дальше сказано о всеоружии Божьем. Глория, мы были посажены на небесах выше всяких демонических духов, выше бедности и нужды, немощи и болезни. И теперь от нас зависит, принять ли нам эту божественную власть, принять ли нам это господство, потому что Иисус уже посадил нас на небесах. Да, аминь, аминь. Хвала Богу. Я там наверху с тобой, Джордж. Аминь. Слава Богу. Тут сказано, примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Устоять. В злой день. Какой бы злой день ни настал, у нас есть оружие, у нас есть сила. Мы можем устоять. Мы можем ходить в свободе. Мы с Джорджем сейчас пья. Пастор Джордж снова с нами, разъясняя нам, что принадлежит нам. Мы говорим о благословении. Вы не захотите пропустить это. Я в восторге. Я тоже. Я помню, когда благословение не работало. Вам не захочется к этому возвращаться. Я тоже. Я знаю. Да, это нехорошо. Мы были искуплены от проклятия закона. Галатам 3.13. Христос искупил нас от проклятия закона. Этим столько сказано. Действительно. Мы были освобождены. Мы были искуплены от проклятия, как сказано в расширенном переводе Библии, от обреченности осуждения. От возможности потерпеть неудачу. Мы были освобождены. Аллилуйя. Слава Богу. Мы освобождены от возможности потерпеть неудачу. Это замечательно. Мне это нравится. Освобожденные от возможности потерпеть неудачу. Освобожденные. Вы были освобождены от возможности потерпеть неудачу. Больше никаких неудач. Только успех Бога. И вот что приходит с благословением Авраама. Это в Галатам 3.13.14. Мы были искуплены от проклятия закона, чтобы благословение Авраама пришло и обрушилось на нас. Когда вы это узнали, я помню, каково это было быть банкротом. Жить в старом арендованном доме, ездить в старой машине, не иметь новой одежды. Да. Это проклятие. Это проклятие. Испытывать лишения. Это проклятие. Не иметь возможности сеять. Знаете, когда у вас нет денег, и вы только надеетесь, что сможете оплатить счета, быть в долгах, это часть проклятия. Теперь мы испытываем... На земле. На земле. Аллилуйя. Теперь мы испытываем... Аминь. ...царство Божье. Да. На земле. Теперь мы испытываем... Мы исцелены в достатке, процветаем. Да. Свободны от страха, долгов. Аминь. Свободны от немощи, болезни. Свободны от любого лишения. Мы ходим в благословение Авраама. Аминь. И вот цель этого изучения, Глория, в том, чтобы мы взяли в Таразаконе 28, то есть благословение Авраама, и каждый день мы проходим одно или два стиха. Это хорошо. Это хорошо. И мы будем работать над этим в течение двух недель. Все наши заметки доступны на сайте. Скачайте их для себя. Воспользуйтесь этим предложением. Изучайте это. Все это может обогатить вашу жизнь. Вы можете возрастать. Вы можете обновить свое мышление к Слову Божьему в отношении Второзакония 28 главы. Благословение Авраама на нас. Давайте приступим к нашему библейскому уроку. Хорошо. У меня расширенный перевод, если он тебе нужен. Замечательно. Второзаконие 28. Вчера мы говорили о первом стихе. Если ты будешь старательно, как сказано в оригинале, слушать гласы Господа Бога твоего... Старательно. Давайте считать, что старательно. Да. Обведите слово старательно. Это не происходит случайно. Не случайно. Это не происходит так, что вы просто с этим соглашаетесь. Вы раздумываете над этим. Вы это берете. Вы применяете это в своей жизни, и тогда это приходит. Это хорошее слово. Очень хорошее слово. Старательно. Старательно. Если бы мы проводили фундаментальное изучение этого, даже кроме этих двух недель, мы выделили день, посвященный старательности. Верно. Итак, мы должны старательно слушать гласы Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. Тогда Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Мы говорили об этом вчера. «Сегодня и придут на тебя все благословения сие и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласы Господа Бога твоего». Иначе говоря, если будешь подчиняться тому, что Он говорит. Если будешь подчиняться тому, что Он говорит. Они придут и проявятся. Аллилуйя. Все эти благословения. Но знаете, чтобы подчиняться тому, что Он говорит, нужно знать, что Он говорит. Поэтому мы возвращаемся к тому, что нужно размышлять над Словом день и ночь, как Писание и говорит нам делать. Чтобы подчиняться, нужно знать. Знать, что Он говорит. И принять это. И принять это. Знать, и принимать. И принять это. Слава Богу. Я записал. Вот почему нас называют людьми Слово Божьего. Вот почему нас называют людьми Слово. Берем это. Мы берем все, что у Бога есть для нас. Во втором стихе сказано, «Все благословения сии». «Все благословения сии». «Все». Он не только приготовился сказать нам, что нас ждет впереди, по 14 стих, но он говорит о том, что каждое, какое только возможно, благословение, имеющееся у Бога, принадлежит нам. Во время своего изучения, если вы посмотрите в свои записи, под первым номером я читал комментарии из Хумаша, написанные Рави и мудрецами, прежде чем Тора перечисляет ужасные последствия греха, о которых мы можем читать с 15 стиха в этой главе до конца главы. Да. Бог дает благословения, которые будут приобретаться народам, когда они будут исполнять данные Богом заповеди. «Эти благословения имеют широкий спектр и распространяются на все сферы материальной жизни, убеждая таким образом людей в том, что их духовные достижения принесут им несказанные блага во всех сферах жизни». Во всех сферах, я знаю. Все благословения Си. Все благословения Си. Мы это испытали на себе? Все. Мне кажется, тут очень хорошо сказано. У меня есть несколько местописаний, которые подкрепляют это местописание. Псалом 102, 1, 5. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Всех. Благодеяние Его. Благодеяние Его. В расширенном переводе Библии сказано, «Не забывай ни одного из всех». Не забывай ни одного из всех. Бери это. Бери. Это здорово. Не оставляй его. Ничего не оставляй на столе. Возьми все. Аминь. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, наши болезни, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Теперь вернемся к самому началу. «Он прощает все беззакония твои». Есть многие люди, которые жили плохо, очень плохо. Мы не хотим углубляться во все, что они, возможно, сделали. Да, да. И не имеет значения, насколько профессиональным грешником вы были. Бог Отец и Господь Иисус исцеляют все ваши болезни и все прощают. Скажите «все». «Все». «Все ваши беззакония». «Слава Богу». «Слава Богу». «Это любовь Божья». «Да». «Разве не так?» «Знаете, мне приходилось общаться с женщинами, которые сидели в камере смертников в Техасе». «Верно, верно». «Милые девочки». «Я чувствовала себя совершенно комфортно с ними». «Не знаю, в то время их было семь или восемь. Это было несколько лет назад. Не знаю, сколько их там теперь». «Да, да». «И эти женщины были рожденными свыше». «Они получили Слово Божье». «С момента, как попали в тюрьму, мне кажется, все они были рожденными свыше». «Несколько из них были серийными убийцами». «Были». «Были». «Теперь они рождены свыше». «Они любят Бога». «Одну из них казнили, но она ушла на небо, когда умерла, потому что она знала Бога». «Разве это не потрясающе?» «Замечательно». «Аллилуйя». «И знаете, можно было задуматься, нервничать, потому что мы находились в маленькой комнате». «Да». «Думаю, там вместе со мной было восемь женщин». «Я помню, как вы делали сюда несколько раз». «Все они до этого родились свыше и были исполнены Духа Святого». «Оставались ли они серийными убийцами?» «Он простил все». «Нет». «Они получили прощение». «Все беззакония». «Родились свыше». «Они получили прощение». «Он все беззакония». «Он великолепно». «Это великолепно». «Прекрасно». «И настолько благ наш Господь». «Это великолепно и настолько хорошо благословение». «Он исцеляет все недуги Твои». «Все». «Все». «Прощает все Твои грехи». «Потрясающе». «Номер три, Глория, это 2 Петра 1-3. В расширенном переводе это звучит так. «Ибо Его божественная сила даровала нам». Слово «даровало» здесь имеет подтекст царской власти. «Даровало нам все нужное и подходящее для жизни и благочестия через полное и личное познание того, кто призвал нас своей славой и к своей славе в совершенстве». Если вы этого не знаете, вы в этом и не ходите. Это просто, правда? Если вы этого не знаете, то вы в этом и не ходите. Хорошо. У вас должно быть знание об этом. Вы должны увидеть это в Слове Божьем, принять это, взять это, говорить это. Слава Богу. Если вы этого не знаете, вы в этом не ходите. Именно поэтому мы здесь и учим на эту тему, чтобы вы могли узнать об этом, чтобы вы знали, что вам принадлежит в благословении Авраама. Псалом 83, 12. Там сказано, «Ибо Господь Бог ей солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Он ничего не удержит от тех, кто ходит с Ним». Все благословения сии. Верно. И мы узнали, что это правда. Хвала Богу. Все благословения сии включают все, что даст нам возможность быть успешными. Да, и процветать. И процветать во всем, что мы делаем. Итак, тут во втором стихе сказано, «Все благословения сии». Что сделают сестра Глория? Они придут на нас и исполнятся на нас. Аминь. И затем тут речь идет о дождях благословения. Да, мы как раз этого ищем. Это много благословений. В одном из переводов сказано, «Все эти благословения сойдут на Тебя». Мне это нравится. Благословения сходят на нас. И вы только что упоминали об этом. Давайте быстро откроем книгу Иезекииля. Изобилие. Хвала Богу. 34 глава, 26 стих. И вы только что говорили о дождях благословения. А тут сказано, «Дарую им и окрестностям холма моего благословения и дождь». Дожди. «Буду не спасылать свое время. И будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои». Так что тут сказано, что будут дожди благословения. И когда я посмотрел это слово на иврите, Глория, то оно означает «проливной сильный дождь». Слава Богу, сильные благословения. Сильные благословения. Это мощно. Мы все знаем, что такое проливной дождь. Мы все испытывали на себе ливень. Я помню, в прошлом году мы взяли внуков и поехали в Дизней Уорлд, во Флориду. И был день, когда мы попали под ливень. И мы промокли насквозь, до нитки. Вот именно на такой ливень похож дождь благословения. Значит, мы насквозь пропитаемся и промокнем от благословения. Именно так. Благословения. Мы пропитаны благословением. Пропитаны и насквозь промокшие. Слава Богу. Хорошее слово, пропитанные. Хорошее слово. И насквозь промокшие. От благословения. Я посмотрел определение слова «дождь» в словаре. Вот что там говорится. Падение осадков в воздухе в частой последовательности в огромных и больших количествах. Это потрясающе. Это благословение. Благословение Господне придет на вас. Вы вздохнуть не успеете, как оно придет. У вас времени будет только на то, чтобы взять его. И вздохнуть не успеете. Аллилуйя. И дальше сказано. Малахия 3.10 в одном из переводов. Я открою для вас окна небесные и залью на вас столько благословения, что у вас не будет достаточно места, чтобы принять его. Столько благословения, что оно накроет вас. Оно просто вас накроет. Это куда его поместить. Оно все пребывает. Это хорошо. Оно продолжает пребывать, пребывать и пребывать. Это хорошо, Джордж. Непрекращающийся поток. Это непрерывно. Это поток и излияние благословения Божьего в нашей жизни. В одном переводе об окнах небесных сказаны стремительные потоки с небес. Ворота небесной плотины. Этот перевод говорит, я открою окна небесные и затоплю вас благословением. Мне это нравится. Благословив. Затем сказано, благословение придет на вас и исполнится на вас. Если на вас исполнится благословение, тогда ничего не останется. Это крайняя ситуация. Я имею в виду, что не останется ничего плохого. Это экстремальная ситуация. Оно овладеет вашей жизнью. Да. Переполнит вас, поглотит вас, будет накапливаться на вас. Накапливаться на вас. Накроет вас и сойдет на вас в огромном количестве. Вот что это такое. Я нашел это, да. Это на иврите. И это лавина. 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 Лавина благословения. Благословения. Масса. Масса. Затопление. Он затопит нас благословением. Благословение перельется на нас. Он наводнит нас благословением. Вот что означает это слово на иврите. Я беру это. Вы только что сказали. Вы берете. Вы должны верить в это, говорить это и принять это. Я беру это. Я беру это обетование. Я рада это получить, Джордж. Спасибо, что посмотрела на шоу. Благословение придет к нам и исполнится на нас. И мне в голову пришло место, где Петр дал Иисусу лодку, чтобы проповедовать. И затем Иисус сказал Петру, «Забрось сети. Закинь сети». Кто это говорил? Закинь сети. Это Кейт Мур. Кто так говорил? Это из проповеди Кейт Мура «Закинь сети». Что сделал Петр? Забросил сети. Одну сеть. У него было ограниченное понимание благословения. Да. Хорошо. Благословение Господне было в лодке Петра. Благословение Господне стояло у него в лодке. И благословение Господне было готово прийти на него и исполниться на нем. Ведь рыболовство было бизнесом. Это было их бизнесом. Петр – профессиональный рыбак. Это его бизнес. И Иисус собирается благословить этот бизнес. Его заработок. Я прямо сейчас получаю слово от Господа, что если вы ухватитесь за это, если вы это примете, если будете стоять на этом, Господь, жатвы и благословения проявятся в вашем бизнесе. И если вы будете слушать его и соблюдать его и подчиняться тому, что он вам говорит, благословение придет на ваш бизнес и исполнится на вашем бизнесе. Слава Богу. И что случилось с Петром? Верь в это для своей церкви, для своего служения. Для церкви, да, я беру это. Для себя, для своих личных людей. Для нашей церкви, для этого служения. Пусть Иисус, благословение, сойдет на то, что вы делаете. Ожидайте. Чем вы занимаетесь. И слушайте его. Слушайтесь его. Понимаете, Петр не осознавал. А причина, по которой Иисус хотел, чтобы он закинул сеть, состояла в том, что он владычествовал над морской рыбой. Это было частью благословения. Да. И он действовал под благословением, которое Бог произнес над человеком. О том, что он должен был владычествовать над морской рыбой. Так что Иисус стоял там и высвобождал благословение. И вся рыба в Галилейском море приплыла к этой лодке. Она изо всех сил спешила. Она изо всех сил спешила добраться туда. Знаешь, здесь в твоих записях сказано, что продажа этой рыбы позволила Петру уйти в полное служение. Я никогда об этом и не думала. Да, я думал об этом на днях, когда собирал все эти материалы и думал об этом. Значит, он не съел всю эту рыбу? Нет, нет. Но у Петра было общее дело с его отцом. И были другие люди, вовлеченные в этот бизнес. И Иисус увидел, что он возьмет Петра с собой на этот путь. И Иисус не собирался оставить всю эту семью нуждающейся. Да. И я бы не удивился. Если в тот момент у них были проблемы. Если бы... Я даже не удивился, если бы узнал, что дела в рыбной торговле в то время были неважными. По той или иной причине рыба не ловилась, пока не появилось благословение. И что Иисус сделал, Глория? Так это продемонстрировал в Терозаконе 28. Они просто стали утопать в рыбе в той лодке. Как сказал Орл Робертс, это был рвущий сети, потопляющий лодку улов. Они начали тонуть. Их лодки начали тонуть. Петр стоял по шее в рыбе. Благословение овладело им. Просто накрыло. Оно им овладело, слава Богу. Это хорошо. Это нечто. Все благодеяния сии придут на тебя. Придут на тебя. Придут на тебя и исполнятся на тебя. Глория, никто ничего подобного до этого не видел. Такого никто раньше не видел на Галилейском море, потому что они никогда не действовали в полноте Божьего благословения. Но оно исполняется на вашей жизни. Оно исполняется на вашем бизнесе, на вашей церкви. Оно исполняется в вашем теле. Оно исполняется на вас. Оно овладевает вашей жизнью, переполняет вас, поглощает вас, накапливается на вас, покрывает вас, сходит на вас, как огромная лавина. Но вы должны течь вместе с ним. Вы должны оставаться в нем. Вы не можете говорить слова нехватки и неверия, если вы хотите, чтобы благословение проявлялось. Вы должны пребывать в вере. Говорит то, что говорит Библия. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего». Аминь. Слава Богу. Уже второй раз на протяжении двух стихов говорится об этом. А ведь это очень-очень важно. И в последних пунктах, которые у меня здесь есть, в Таразаконе 28.2, в одном из переводов сказано, «Если повинуешься глазу Господа, Бога твоего, эти благословения придут на тебя и исполнятся на тебе». Как нас учил брат Коплант, «Я только говорю то, что слышу от моего отца. Я только делаю то, что вижу, как делает мой отец. Потому что, когда я так поступаю, когда я так делаю, на мне исполняются благословения Господни». Благословение Господне имеет условия и зависит от нашего послушания. Послушание Его голосу и послушание Слову Божьему. Мы знаем, и Библия учит нас. Но сегодня мы не будем в это углубляться, что мы имеем то, что мы говорим. Совершенно верно. Поэтому мы должны говорить правильно. Мы должны слушаться голосу Господа в словах, которые мы говорим, а также в том, что мы делаем. Послушание Его голосу открывает дверь для того, чтобы благословение исполнилось на нас. И послушайте вот еще что. Благословение всегда приносит самое лучшее. Да. Книга Исаии 1.19. «Если захотите и послушаетесь...» Это в одном из переводов. «Если захотите и послушаетесь...» Самое лучшее. «Будете есть самое лучшее этой земли». И мне нравится последний пункт «Глория». Мы прочитаем один из переводов. «Если охотно будете слушаться, будете пировать, как цари». Благословение Господне приходит на вас и исполняется на вас. Какое слово. Слава Богу. Слава Богу. Мы ценим твое исследование. Чтобы могли продолжать это изучение со своей семьей дома. И для меня было большим удовольствием готовить заметки к этим передачам. Мы читаем о благословении Авраама в Галатам 3.13. Христос искупил нас. Он заплатил за нас. Он спас нас от проклятия закона. Написано «проклятсяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама могло прийти на нас через Иисуса Христа». Будь прославлен Иисус. Здесь сказано прямо, чтобы мы могли принять обетование Духа верой. Обетование Духа верой. Слава Богу. Итак, Глория, мы узнали, что благословение, это есть в наших заметках, это заявление, которое позволяет кому-то быть успешным во всем, что он делает. Потрясающе. А проклятие – это заявление, которое обрекает кого-то на неудачу во всем, что он делает. Да. Но мы под благословением Авраама. Мы под благословением. В Бытие 1.28. Бог, благословляя человека, поручил ему плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею, владычествовать над ней, и человек был создан Богом так, чтобы благословением устраивать Эдемский сад, куда бы он ни шел. Верно. Именно с силой благословения, и этим благословением. Во Христе Иисусе мы должны испытывать полноту благословения Авраама. Галатам 3.29. Мы сейчас перескакиваем к Галатам 3.29 и можем прочитать там. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Особенно об этом сказано в переводе месседж. Там сказано. «Также, поскольку вы из семьи Христа, вы знаменитые потомки Авраама, наследники по обетованиям в Завете». Слава Богу! Какой это перевод? Месседж. Какой это? Галатам 3.29. «Мы дети Авраама», 7 стих. Аллилуйя, замечательно, правда? «Мы дети Авраама», в 7 стихе, и в 9 стихе сказано «Мы благословлены с Авраамом». Верным Авраамом. Если мы, то это верный Джордж. Это верная Глория. Правильно, верный Джордж. Верная Глория. Верный вы. Да, верно. Так, Глория, мы говорим о второзаконе 28. Мы обратились к этой главе и изучаем стих за стихом. Наши предыдущие передачи вы можете найти в архиве на нашем сайте. Если у вас не было времени настроиться на наши передачи, пересмотрите их. В течение двух недель мы говорим о второзаконе 28 главе. С первого... Это большое дело. ...говоря о благословении Авраама. Итак, мы уже обсудили первый и второй стих. Тут сказано, если ты будешь старательно слушать гласы Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласы Господа Бога твоего. И сегодня, Глория, наша тема, которую мы будем с вами обсуждать, будет основываться на 3, 4, 5 и 6 стихах 28 главы второзакония. Мы говорим о полноте благословения. Третий стих. Тут сказано так. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. А вот что сказано в 5 стихе. Благословенны житницы твои и кладовые твои. И 6 стих. Все благословенно. Все. Благословен. Все. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. При входе и выходе. При входе и выходе. А мы все время входим и выходим. Верно. Так или иначе. Слава Богу. Мы входим и выходим. Мы благословенны при входе и при выходе. Итак, Глория, я кое-что нашел и поместил это в свои записи, когда изучал эту тему. Есть четыре конкретных области, в которых мы благословлены. Четыре общих сферы. Давайте их рассмотрим. Но вначале я дам эти заметки вам, потому что этого нет в ваших записи. Хорошо. Я записал это прямо перед тем, как мы пришли сюда. Первый пункт. Мы благословлены, где бы мы ни были. Мне это нравится. Где бы мы ни были, мы благословлены. Это практически повсюду. Повсюду. Второе. Мы благословлены во всем, что мы делаем. Мы благословлены, где бы мы ни были. И что бы мы ни делали. И мы благословлены во всем, что мы делаем. Хорошо, Джордж. Мы благословлены во всем, что у нас есть. Это следующий пункт. И мы благословлены, куда бы мы ни шли. Благословлены, благословлены. Интересно, Глория. Я говорил об этом на прошлых передачах. Это хорошо. Но хочу это повторить и кое-что добавить о полноте благословения. Еврейский народ ходит в этом благословении Авраама. И если мы приняли Иисуса Господом в своей жизни, мы ходим в этом благословении Авраама? Да. Мы потомки Авраама. Я провел небольшое исследование и обнаружил, что в Израиле самый высокий коэффициент предпринимательства в мире. Чего-то объяснить? Благословением. Благословением Авраама. Благословением. И еще. У них самый высокий уровень предпринимательства среди женщин. Вот это сюрприз, не так ли? Я это записал. Вот несколько заметок, которые я сделал перед тем, как мы пришли сюда на эту передачу. Значит, у благословения нет ни мужского, ни женского пола. Ни мужского, ни женского. Я подумал о притчах 31 главе. Это картина женщины, которая ходит в Божьем благословении. Благословение. Это правда. И в Израиле самый высокий коэффициент предпринимательства среди людей, которым больше 55 лет. 55 и выше. Я дважды там. Как вам это? Хорошо. И вот что интересно. Евреи составляют только 0,2% мирового населения. Два десятых? Два десятых процента. Это немного. Но интересно, что 22% всех нобелевских премий тоже досталось евреям. И послушайте, вот некоторые сферы, в которых они ввели инновации, которые они развили. Мы говорим о полноте благословений. Я несколько раз посещал Израиль вместе с группой, которую привозила Били Брим. И она возила нас по разным местам. Мы бывали в таких местах, где разрабатываются новые идеи, проводятся разработки. И, Глория, благословение ощущается в воздухе. Они верят, что они могут. Когда вы туда приезжаете, вы чувствуете присутствие. Они верят. Они разработали флешку, сотовый телефон, голосовую почту, в свое время интернет-пейджер, самую маленькую видеокамеру в мире, которая помещается в эндоскоп и вводится в тело. Разработали то, что называется пилка, когда кто-то глотает таблетку, а на самом деле это камера. Внутри этой таблетки находится камера, чтобы изучать желудочно-кишечный тракт. Так много всего, это замечательно. Пилка опускается туда, и врачи могут исследовать то, что им нужно. Они разработали вакцину против западно-нильского вируса, вызывающего энцефалит. Они разработали и изобрели то, что называется нано-провод. Его используют для передачи и так далее. Этот нано-провод в тысячи раз тоньше человеческого волоса. В тысячи раз тоньше человеческого волоса. Джордж, он практически невидимый? Практически. И кроме того, они кое-чего достигли в военной сфере. Но еще я читал об одной вещи, которую они разработали в военной сфере. Это система железных купол. Железный купол перехватывает ракеты. И эффективность этой системы составляет 99%. Именно они изобрели эту систему. Разве это не потрясающе? Я читал все это, Глория, и я вижу, что... Благословение. Это действие благословения. Благословение Авраама работает в жизни этих людей. И то же самое может работать и в нашей жизни. Верно. Давайте посмотрим следующее. Через Иисуса. Верно, 28 глава, с 3 по 6 стихи, предоставляет полноту благословения во всех сферах жизни, в каждой сфере. Вы можете видеть это в заметках. Вы там? Нет. Наверное, не на той странице. Не на той странице. Хорошо. Еще одну? Вот здесь внизу. Итак, это представляет полноту во всех сферах вашей жизни, где бы ни были. Во всем, что вы делаете. Да. Во всем, что у вас есть. Вы благословлены. Куда бы вы ни шли. Вы приумножаетесь. Всюду. Во всем. И вам нужно обновлять свое мышление в отношении этого. Благословение. Например, когда мы встаем, мы благословлены. Да. Когда мы выходим из дома и идем на работу, мы благословлены. Да. Когда мы приходим домой, мы благословлены. Когда мы ложимся спать, мы благословлены. Когда мы утром встаем, благословлены. Да, славится Господь. Благословлены при выходе. Это правда. Я взял каждый стих Блория, начиная с третьего стиха, где сказано. Благословен ты в городе, благословен на поле. Благословен ты в городе, это где бы вы ни были. Я снова изучал это, читал разные комментарии. Послушайте, тут сказано. Вы благословлены не только в городе Иерусалиме, где будет построен храм, и где они будут благословлены через богослужение, поклонение и законы Господа, но во всех городах земли, где они должны жить в больших и просторных домах. А их города должны быть обнесены стенами и ограждением, и должны быть густо заселенными. Однако должны наслаждаться здоровьем и иметь всякого рода обеспечения, которые туда привозятся. А также должны процветать в разного рода торговле. Да? Прекрасное слово. Дальше. Тут действительно сказано обо всем. Аллилуйя. Можно было бы сказать так. Я сейчас даю вам изречение Джорджа. Хорошо, Джордж. Все это сказано в благословении. Все это сказано в благословении. Благословение все покрывает. Под благословением ничто не остается неблагословленным. Под благословением ничто не остается неблагословленным. Под благословением ничто в его естественном выражении. Хорошо. Это благословлено. Да, благословлено. И когда вы родились свыше, вы были благословлены. Благословлены. Этим нужно обновлять свое мышление, чтобы узнать, что такое быть благословленным. И брат Коппант раньше проповедовал, что нам нужно пойти дальше, чем говорить «Будьте благословлены только, когда кто-то чихнул». Послушайте, эта фраза намного больше этого. Вам нужно поразмышлять над этим благословением. Да, поразмышлять над этим. И взять его. Хорошо, будем двигаться дальше. «Благословен на поле». И комментатор сказал, «В деревнях и во всех сельских работах, в сении, в насаждении». И как отмечает этот автор, «Во всякого рода хозяйственных делах». Конечно же, тут имеется в виду возделывание земли и так далее. Фруктовые сады. Но это касается и хозяев. Это касается мужей. Можно и так понимать. Всех. Не знаю, давай это оставим. Хорошо. Продолжим. В культуре полей, подзерновые виноградники, оливковые сады. Все-все должно процветать. Должны процветать и преуспевать. И преуспевать. И обильно приносить урожай. Слава Богу. Аминь. То есть тут имеется в виду, что мы должны быть благословлены не только на нашем поле. Тут сказано о фермере на том поле. Но мы также благословлены в любом поле. Мы можем принять благословение в любом поле деятельности. В каком бы поле мы ни были. Да. Хорошо. В любом поле. В каком вы только можете быть. В этом своем поле вы благословлены. Хорошо. Благословлены в своем поле. Дальше сказано. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих. Это все, что вы делаете. Не могу сказать, что мои дети — это благословение. Да, теперь вы можете их так называть. Можете, конечно, можете. Потому что тут сказано, благословлен плод чрева твоего. Здорово, Глория. Провозглашайте это, говорите это. Ваши дети благословлены согласно Слову Божьему. Да. Я об этом не думал, пока вы только что не сказали. Что если ваши дети отошли от Господа, или они ушли от вас, вы можете начать провозглашать над ними. Благословен плод чрева моего. Не говорите, не знаю, к чему придут мои дети. Говорите, мои дети находятся под благословением. Мои дети находятся под благословением. Я благословлен, и они благословлены. Очень хорошо сказано. Очень хорошо. Так что я разбил это на части и сказал, благословен плод чрева твоего, то есть дети. Отпрыски. Некоторые комментарии, в которых я читал, говорят следующее. Их дети, которых у них должно быть много. Все живите, будьте полны здоровья, процветайте и достигайте зрелости. Переживайте умножение и увековечивайте свои семьи. Благословенны их дети. Дальше я записал это. Это не там, Глория. Это в Псалме 113, 22. Да. Я записал это местописание себе. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Так что наши дети благословлены. Еще сказано, плод земли твоей. А в этом комментарии говорится следующее. В их садах, их фруктовых садах, их полях, трава для скота и пшеницы, ячмень, виноградная лоза, инжир, гранат, оливки и финики для употребления человеком. И это приумножение. Так что мы здесь видим, что все посеянное благословлено. Так что мы должны это принять. Это умножение. И мы можем это взять. Плод земли твоей. Слава Богу. Может быть, например, как мы с Терри сеем в миссию Кеннета Копланда. Слава Богу. Мы делаем это много-много лет. Плод нашей земли благословлен. Мы все время пожинаем урожай. Потому что плод нашей земли благословлен. Еще сказано, благословен плод скота твоего и плод твоих валов. И плод овец твоих. Что означает, что мы будем чрезвычайно продуктивны во всем, что мы делаем. Чрезвычайно. Во всем, что мы делаем. Изделие или результат труда. В плоде всего, что мы делаем, мы чрезвычайно продуктивны. И я тут читал одно место писания и кое-что записал. Например, Бытие 13.2. В расширенном переводе сказано. И был Авраам чрезвычайно богат. Скотом и серебром и золотом. Он не был просто чуть-чуть богат. Он был чрезвычайно богат. Скотом. И серебром. Серебром и золотом. Что лучше всего делать с деньгами на сегодняшний день? Серебро и золото. Серебро и золото. Слава Богу. Я не знаю, наверное, Скотт тоже, но у меня ничего такого нет. Ну, если бы у вас был Скотт, если бы он был... Он благословлен. Он благословлен. Да. Подобно нашему отцу Аврааму, мы чрезвычайно благословлены. Чрезвычайно. Мне нравится это слово. Может быть, нам нужно издать книгу под названием «Чрезвычайно благословлены». «Благословлены». Да, это потрясающе. Гория предложила несколько замечательных названий для книг. Она хочет, чтобы я написал книгу «Сейте правильно». Да. Она хочет, чтобы я написал книгу под названием «С долгами покончено». А теперь вы хотите, чтобы я написал книгу под названием «Чрезвычайно благословлены». Слава Богу. Знаете, люди действительно обвиняют нас в том, что мы сторонники крайностей. Но не надо этим ограничиваться. Им следовало бы говорить «Чрезвычайно благословлены». Хорошо, мы продолжаем и переходим к пятому стиху, где сказано «Благословенные житницы твои и кладовые твои». А это представляет все, что у нас есть. Немного сокращу свое изучение, которое я провел на эту тему, Гория. И послушайте, в оригинале сказано «корзины». А корзины — это то, куда складывают запасы, излишек, умножение, избыток. Вмещают припасы, излишек и приумножение. Избыток. Это хорошо, Джордж. Вот что вмещает запасы и припасы. Я подумал об этом месте из Иоанна 6 главы, где сказано об Иисусе, когда произошло это чудесное умножение рыбы и хлебов. Там сказано, что они собрали 12 корзин остатков. Да. И корзины были наполнены доверху. Так что ваши корзины благословлены, потому что они содержат то, что не просто наполняет эти корзины, а то, что переполняет эти корзины. Аминь. Извините? Я сказала «аминь». Аминь. Хорошо. Кладовая. А другое слово — это сосуд для заквашивания теста. То есть вот эта закваска употребляется ежедневно. Хлеб наш насущный, Матфея 6.11. Хлеб наш насущный, который благословлен. Так что все, что у вас есть, благословлено. Я об этом подумал. Я добавлю это сюда. У нас в церкви есть человек, который одно время работал в магазине Walmart. Они как раз закончили реконструкцию этого магазина, полностью его обновили, и пригласили меня прийти и провести служение посвящения. Как это выглядит? Я пытался представить себе, как это будет выглядеть. Я подумал, может быть, нас там вместе будет пару человек. Ну, послушайте, туда приехал мэр города, шериф, весь персонал, пришли менеджеры из других Walmart'ов. Там была целая толпа. Замечательно. Прекрасно. Знаете, какое место из Писания я использовал? Какое? Когда пришла моя очередь для того, чтобы молиться, посвящать и благословлять, я пошел, взял одну из их корзин, перевернул ее, положил на нее свою Библию и использовал именно это место Писания. И сказал, благословенна ваша корзина. Да, и ваш магазин. И благословен ваш магазин. Джордж, это было прекрасно. Здорово, они захотят, чтобы повсюду благословляли их магазин. Поэтому даже в 21 веке существует применение благословения Авраама. Есть. Я верю, что этот магазин побьет все рекорды. Уже, Глория. Уже побил. Настолько побил все рекорды, что они расширились и перевели его в другой город. И его оборот становится все больше и больше. Слава Богу. Итак, все, что у нас есть, благословлено. Это здорово. Хорошо, в 6 стихе сказано. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Это значит, куда бы мы ни шли. И вот комментарий по этому поводу Гория. При входе и выходе. При входе и выходе. Благословлен. Благословен. Когда вы придете с работы, и вы найдете, что ничто злое не приключилось с семьей или вашим домом во время вашего отсутствия. Где ты это взял? Это номер 5. Пункт номер 5. Когда в конце дня вы приходите домой, вы находите, что ничто злое не приключилось с семьей или вашим домом во время вашего отсутствия. Аллилуйя. Вот еще местописание, которое соответствует этому месту. Это Псалом 128. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовер. Все путешествия, все передвижения, осуществляемые вами, Господь охраняет нас. Все благословлены. Благословлены. Если мы это принимаем и верим. Если мы это принимаем. В одном из комментариев сказано. Когда вы выходите, ваш путь перед вами будет успешен. Вы будете иметь божественное благословение во всех своих предприятиях. И вот последняя цитата. Во всяком их деле и в любой работе, будь то в помещении, вне его, в администрации, любого учреждения, будь оно государственным или частным, во всех их поездках, с убытием и возвращением домой, и особенно когда они уходили на войну и возвращались, всему должен сопутствовать успех. Замечательное слово. Это истолкование всей Библии Джона Джилла. Это очень хорошая исследовательская работа. Обещаешь? Я достану ее для вас. Хорошо, закрепляй это за тобой. У вас она будет. Наш последний пункт, мы заканчиваем книгой Бытия, 39 главой. Да, испытал. Диосиф испытал на себе полноту благословений. Он был благословлен, где бы ни находился. Он был благословлен во всем, что он делал. Он был благословлен во всем, что у него было. Благословлен, куда бы он ни шел. Бытие 39.5. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Какое прекрасное описание. Благословение Господне было на всем, что он имел в доме и в поле. В поле. Слава Богу. Мы испытываем полноту благословения. Слава Богу. Отец, мы сейчас молимся за людей. Да, спасибо тебе. И я благодарю тебя за то, что они испытывают полноту благословения во всем, что они делают. Куда бы они ни шли, где бы они ни были, во всем, что у них есть. Это все благословлено. Аминь. Оно уполномочено процветать. Это уполномочено перейти на другой уровень. Слава Богу. И преуспевать. Они успешны во всем, что делают. Работает благословение. Неудач нет. Но все успешно. Слава Богу. Потому что, Господь, мы ходим в благословение Авраама во имя Иисуса. Мы с Джорджем сейчас. О стихах с первого по шестой. Давайте прочитаем их. Если ты будешь слушать гласы Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии. И исполнятся на тебя. Это значит, что они наполнят вас. Наполнят вас. Овладеют вами. Если будешь слушать гласы Господа Бога твоего, благословен ты в городе. Если будешь слушаться Игорь. И благословен на поле. «Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих, благословенны житницы твои и кладовые твои, что означает, что они уполномочены процветать. Благословен ты при входе твоем... При умножении. Умножение. Сигнал умножения. Мне это нравится. Мне это нравится. Сигнал при умножении. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Аминь. Ну вот теперь седьмой стих. Хорошо, седьмой стих. Это последовательное изучение, и мы изучаем стих за стихом «Тему благословения Авраама». В седьмом стихе сказано «Паразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя». Остановит, разгромит, побьет, разгонит. Одним путем они выступят против тебя, а побегут от тебя семью путями. Слава Богу. Итак, Глория, посмотрим вместе в наши заметки и поговорим о первой части этого стиха. «Паразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя». И слово «паразить» на иврите означает нанести неожиданный, быстрый, решительный удар. То есть именно так. Избить. Именно с намерением полностью победить. Вы заметили, что нужен всего один удар. Всего один. Это так сильно сказано. Всего один. Раз вы упомянули, я использую тут такой пример. В первом царств 1749 сказано «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из прощи, и поразил филистимлянина в лоб». Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Да, это не был какой-то хлюпик. Великан. Гигант. Огромный. Это был великан, который держал в страхе целую армию. Верно. И один камень. Один камень. Пущенный помазанным человеком в правильное место убил его. Это был неожиданный, быстрый, решительный, смертельный удар. С намерением полностью победить и уничтожить. Да. И в комментарии Библии Алана Кларка сказано «Это обетование защиты от иностранного вторжения». О, да. Или полного разгрома. Мне это нравится. Номер два. Полного разгрома. Эти тезисы доступны вам на нашей странице в интернете. Наши передачи находятся в архиве. Найдите их, скачайте их для себя, смотрите их. Это обетование защиты от иностранного нашествия, безопасности страны или полного разгрома захватчиков, если они входят в страну. Так что фактически это охватывает обе сферы обетования безопасности на нашей земле. Если у них получится войти, это очень плохо. Очень плохо. Конец. Это конец для врага. Для врага. Но смотрите, Давид действовал под помазанием благословения. Конфронтация быстро закончилась. Это был решительный смертельный удар. Аминь. Принесший победу. Исход 23-22. В одном из переводов сказано, «Если ты будешь старательно слушаться, глаз его исполнять все, что я скажу, то я буду врагом твоих врагов и противником твоих противников». Хорошо. Здесь у нас ключ к победе. Ключ к победе. То есть будет старательным и бодрствуй. 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 Чтобы исполнять все, что говорит тебе Бог. Слава Богу. Слушайся Господа. И если ты это сделаешь, тогда ты благословлен. И все будет хорошо. Никакого проклятия. Никакого проклятия. Слава Богу. Именно так. Никакого поражения. Никакого поражения. Просто выполняйте то, что он говорит. Исход 23-27. В одном из переводов это звучит так. «Я пошлю свой ужас впереди тебя и создам панику среди всех людей, чьи земли ты завоевываешь. Я заставлю всех твоих врагов повернуть и бежать». Потрясающе, правда? Да. Слава Богу. Хорошее слово, Джордж. Итак, здесь сказано «Паразит пред тобой, Господь врагов твоих». Рассмотрим, что говорится в следующей части этого стиха. В одном из переводов сказано «Бог победит твоих врагов, атакующих тебя. Они выступят против тебя, но побегут семью дорогами». Семью. Мне нравится та часть, где они паникуют. Да, когда они паникуют. Для людей, бегущих в панике, характерно распыляться и бежать во всех направлениях, отметая любое подобие военной дисциплины. Все приходит в смущение. Эти маленькие дьяволят разделяются. Они разделяются. Слава Богу. Аллилуйя. То, что вы сейчас говорите, есть в комментариях в Хумаше. И сейчас я вспоминаю ту историю, когда Иисус позволил бесам войти в тех свиней. Легион бесов вошел в тех свиней. Эти свиньи буквально взбесились. Легион бесов. И сбросились со скалы. Они сошли с ума. Были уничтожены. Уничтожены. И дальше здесь сказано. Сопоставление этого стиха со следующим, где говорится о благословенных житницах, намекает на то, что убегающая армия оставит позади богатое снабжение и провизию для евреев, которые могут свободно этим пользоваться. Слава Богу. Мне это тоже нравится. Мне это нравится. Посмотрите у себя в заметках. Победа, победа. Еще один комментарий. Они выйдут против тебя очень твердо и слаженно, а побегут семью путями. Они будут полностью сломлены, сбиты с толку и окончательно разбиты. Да. То есть побеждены. Да. Подвержены разгрому. Я думал, Глория, о том, как это все интересно получается. Они придут против вас одним путем. Они побегут от вас семью путями. Я думал об этой цифре семь. И семь в Писании, как мы знаем, это несет в себе смысл совершенства, завершенность, полнота. Полная победа. Полная победа. Я начал думать об этом. Я хочу представить мои размышления вам. Вперед, Джордж. Хорошо. Я приму это. Я думал об этом и думал... Мне это уже нравится. Я вижу для этого название. Семь, семь, семь. Единственное, что пришло мне в голову, это семь искупительных имен Бога. Вы слышали изучение этой темы раньше. О семи искупительных именах Бога. Я начал думать об этом. И увидел, где семь искупительных имен Бога полностью охватывают полное поражение семи основных врагов в жизни. Когда я думал об этом... Это хорошо. Я подумал об этой массивной армии. Которое входит, чтобы разрушить. А эта мощная армия состояла из семи дивизий. А семь дивизий это... Я зачитаю вам это. Давайте вы первые узнаете об этом. Знаете, Глория, в отделе маркетинга людям это так понравилось. Как-то я проводил собрание для... Да. ...подготовки группы работников и говорил им об этом. Им это понравилось. Они собрали эти материалы вместе в брошюру. И там как раз шла речь о семи искупительных именах Бога. Это хорошо, Глория? Они назвали ее «Семь побежденных врагов». Семь побежденных врагов. Вот. Пожалуйста, можете взять это. Мне это нравится. Я думаю об этом. Потрясающе. Я думаю об этом, о массивной дивизии или армии, которая марширует входит. Эта армия состоит из семи дивизий. И семь дивизий состоят из разных врагов. Одна дивизия — это недостаток. Другая — болезнь. Еще одна неудача. Следующее — беспокойство. Следующее — смятение. Вот еще одна — страх. И все они маршируют. Да. И они встречаются с Богом Израиля. И вот... Им не следовало это делать. Они встречают семь имен Бога, которые рассчитаны на то, чтобы победить каждого из этих семи врагов. Давайте разберем это вместе. Это хорошо. Мне это нравится. Давайте вместе разберем это. Хорошо. Начинай. Хорошо. Это у вас в заметках. И первый из побежденных врагов в жизни — это недостаток. Нашим первым врагом является недостаток. И я думал об искупительном имени Бога, таком, как Иегова Ира. Что не то же самое, что Иегова Ира. Но не умница ли ты? Я шучу. Но меня этому научил брат Кейт Мур. Я научился мудрости у брата Кейта. Иегова Ира. Что фактически меняет песню на Иегова Ира «Мой обеспечитель». Звучит по-другому. Тем не менее, Иегова Ира означает «Господь усмотрит, Господь обеспечит». И мы видим это в Бытие 22, 13, 14. «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади Овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял Овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира, что означает «Господь обеспечит». Да. Глория — один из врагов, которые приходят и бегут семи путями, побеждается именем Господа, Иегова Ира. Поражение недостатка приходит от имени «Господь обеспечит». Да. Здесь мы видим врага в образе недостатка, и он убегает по одной из семи дорог. Этот враг убегает. Следующий враг — болезнь. Иегова Рафа, что означает «Господь целитель». Исход 15, 26. И сказал, «Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего и делать угодное предачами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я, Господь, целитель твой». Да. Иегова Рафа. Слушаться глаза Господа Бога твоего и делать угодное предачами Его. Так поступают люди Слова Божьего. Так поступают люди Слова. Да, они слушаются Слова. Совершенно верно. Они повинуются Слову Божьему. Слава Богу. Я человек Слова. Я тоже принадлежу Слову. Я человек Слова Божьего. Одним из врагов жизни является болезнь и немощь. И у нас есть одно из искупительных имен Бога. Да, Аллилуйя. Иегова Рафа. Рафа. Бог мой целитель. Слава Богу. И вот по дороге побежал враг в образе болезни. Один из семи. Они приходят к вам одним путем, а бегут от вас семью путями. Следующий враг — это неудача. Враг в образе неудачи. Номер три. Иегова Нисси. Господь — наше знамя и наша победа. Победа. Исход. Он — наша победа. Семнадцать с тринадцатого по пятнадцатой стихи. Бог — наша победа. И не изложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисей, «Напиши себе для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя «Егово Нисси», что означает «Господь моё знамя» или «Господь моя победа». Аминь. Так что враг в образе неудачи побежден Господом. Нашей победой. Да, аминь. Враг в образе болезни немощи побежден. «Егова Рафа» — «Господь целитель». Нехватка, недостаток, побеждена. «Егова Ира» — «Господь обеспечит». Этот враг бежит от нас. Дальше. Враг по имени Беспокойства. Против него «Егова Шалом» — «Господь мира». Книга Судей, 6.24. «И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его «Егова Шалом», что означает «Господь — это мир». Господь — мир. Он — наш мир. Все на месте, ничего не сломано. Аллилуйя. Одним из больших врагов в вашей жизни является беспокойство, волнение, заботы. Это сильный враг. И о чем же мы беспокоились бы? Болезни. Недостаток. Нехватка. Неудача. А Бог — это противоположное всему этому. Противоположен каждому из них. Он обеспечивает все, что нам нужно. В любой ситуации. Он — «Егова Шалом». Не беспокойся, Джордж. Не беспокойтесь. Слава Богу. Не беспокойтесь, Господь — наш мир. Нет места никакому беспокойству и волнению. И когда мы применяем нашу веру и высвобождаем имя Иисуса, которое на самом деле охватывает это все, благословение все это охватывает, когда мы это провозглашаем, противостоим дьяволу, и он убегает от нас. Я это помню. Слава Богу. Я слышал, как брат Хейген однажды сказал, «Мы противостоим дьяволу, а он убегает в абсолютном ужасе, в панике от нас». «Враг смятения» — это пятый враг. «Егова Рах», то есть «Господь мой пастырь». Вы можете видеть это в Псалме 22-м, с 1 по 3 стихи. «Господь, пастырь мой, он мой лидер, он мой Бог. Я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». «Пастырь ввел стадо на зеленое пастбище». Поэтому нет никакого смятения по поводу того, что мы должны делать. «К изобилию, к воде, к безопасности». Он защищал. «А враг в области смятения?» «Если было какое-то нападение, он брал свое оружие и наносил им поражение». «Бог ввел стадо». «Да». «Господь, пастырь мой». «Так много людей пребывают в смятении, не зная, что делать, куда ехать, но этот враг — смятение, которое входит и пытается создать вокруг вас туман, чтобы вы не знали, что делать». «Постойте о Боге». Вот почему мы все время держим Слово Божие перед своими глазами и спускаем его в свои уши. «Затем номер шесть». «Слава Богу». «Это враг по имени Осуждение». «У нас есть Иегова Циткейну». «Господь наша праведность». «Слава Богу». «Вот наступают дни, говорит Господь». Это в Еремии 23, 5. «И восставлю Давиду отрасль праведную, и воцариться царь и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, «Господь оправдание наше». То есть вместо нашего осуждения, он — наше оправдание, наша праведность. Так что этот враг осуждения убегает шестой дорогой. Вот, этот враг убегает шестой дорогой. Мы уже видели, как недостаток первый враг ушел первой дорогой. Видели врага в образе болезни, убегающего второй дорогой. Врага в образе неудачи, убегающего третьей дорогой. Врага в образе беспокойства, убегающего четвертой дорогой. Врага в образе смятения, убегающего пятой дорогой. Врага в образе осуждения, убегающего шестой дорогой. И седьмой дорогой убегает враг в образе страха. Против него Ягова Шама. Господь там. Он с вами, он рядом. Да, он с нами. Страха нет. В нас, вокруг нас. Он вокруг нас, но в нас его нет. Иезекииль 48, 35. В одном из переводов там сказано. А имя городу с того дня будет Господь там. Седьмой дорогой убегает враг по имени страх. Одним путем выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Слава Богу. Джордж, это потрясающе. Враг побежден. Да. Как это стало возможно? Потому что Иисус понес на себе проклятие. Да. Он понес проклятие за нас. Слава Богу. Да. Слава Богу за это. Он стал проклятием за нас. Он взял не только грех, но он взял все проклятие. Да. Да. Чтобы мы могли быть свободными во Христе Иисусе и нашем пастыре. Верно. Господь, пастырь мой. Да. Я ни в чем не буду нуждаться. Слава Богу. Слава Богу. Это хорошее учение. Мне это нравится. Одним путем выступят. Да. И семью путями побегут от тебя. Семью путями. Враг побежден. Слава Богу. Враг недостатка побежден в вашей жизни. Недостаток под проклятием. Недостаток под проклятием. Мы могли бы вернуться к Второзаконию 28. Почитать перечисление проклятия и сказать «Я искуплен от проклятия». «Я искуплен от проклятия». Этот враг по имени недостаток побежден. Бедность, нищета. Да. Все это побеждено в вашей жизни. И знаете, Бог дал нам семя, чтобы сеять в Царство Божье. Предлагает нам хорошую почву для сеяния, чтобы собрать урожай. Скажу вам что-то, что в сердце канатой гории. И вы знаете, что сегодня на этой передаче день пожертвований. Мы благодарим вас всех, наших партнеров, всех, кто сеет в эту миссию. Самое большое желание, я точно это знаю, это желание Кеннета и Глории Коплэнд, чтобы вы жили в изобилии. Чтобы через ваше сеяние, ваша жизнь просто была переполнена изобилием. Чтобы вы стали крайне, чрезвычайно благословленными и богатыми. Чрезвычайно состоятельными. Чрезвычайно благословленными. Чтобы вы могли быть чрезвычайным благословением для других. Потому что Господь ваш источник, Господь ваш обеспечитель. Просто продолжайте сеять и сеять. Не прекращайте сеять. Сеять в это служение, в свою церковь. Не переставайте сеять в другие служения. Я верю, что Господь дает больше, чем достаточно. Дает сверхъестественное изобилие для вас, чтобы вовлечь вас в работу Царства Божьего. И помните, Он ваш обеспечитель. Спасибо тебе, Господь. Отец, я молюсь сейчас за финансы наших партнеров и друзей. Я благодарю тебя за то, что каждый счет оплачен. Каждая нужда восполнена. Каждый долг уничтожен. Во имя Иисуса. Уходите, долги. Уходите. Во имя Иисуса. Уходите. Во имя Иисуса. У нас есть живой Бог. Его Ира. Господь усмотрит. Господь обеспечит. И во имя Иисуса. Бог обеспечит и обеспечивает сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Молодец, пастор. Спасибо тебе, Иисус. Мы с Кеннетом молимся за вас, партнеры, каждый день. Если вы пропустили какую-то передачу, смотрите ее. Загрузите ее бесплатно с нашего сайта KCM.org.ua. Проведите время в Слове самостоятельно. Найдите хорошую церковь Слова Божьего. И проведите чудесные выходные в Слове, в благословении. Мы с Джорджем вернемся в понедельник и будем учить по 28 главе второзакония, а также о благословении Авраама. Это Глория и Джордж напоминают вам, что Иисус... Иисус Господь.